Всех достанем, всех поймаем, всех посадим. От 15 до 25 лет, как за внутренний терроризм. Слушайте, в свете последних событий уже умиляет даже, что пропагандисты или заблюды в очередной раз затягивают свою любимую песню «Надо объединяться вокруг Владимира Владимировича в это непростое время». Ну, во-первых, тезис устарел, паротух, возврату обмену не подлежит. Во-вторых, посмотрите, кто призывает-то люди, которые давно понятия не имеют, чем живет простой российский народ. Спросите у тех же Машкова, Киркорова, прочих типа звездных подхалимов, сколько стоит проезд в общественном транспорте в городе Москве, ну, как вариант. Они не ответят, потому что понятия не имеют, а самое главное, откуда звучат-то такие призывы из апартаментов в Майами. Хочется спросить, вы там что, господа, белины объелись, покурили чего-то несвежего, приезжайте сюда, выходите к протестующим и лопочите им в лицо вот эту вот хрень. С объединением вокруг Великого Кормчева или жим-жим, боитесь, что оплеухно получаете? Пусть нас привет! Своими, Владимир Владимирович, мы с вами! Все, до свидания! До свидания! До свидания! Говорите сначала, научитесь говорить сначала по-русски. Еще один момент в третьих, да, получается, а какими аргументами эти господа располагают, мне правда интересно. Пусть на серьезных щах попытаются обосновать, почему мне стоит все бросить и бежать, и объединяться вокруг их божества. С какой радости я должен это делать! Может быть, в качестве благодарности за 20 украденных лет моей жизни, на протяжении которых я слышал только одно, надо еще немного потерпеть, или потому что меня пенсии лишили, не светит мне никакой пенсии в старости, и я это прекрасно понимаю, как и вам. К слову, так вот, ради какой высокой цели я спрашиваю? Ради оптимизированного или правильнее, будет сказать, уничтоженного здравоохранения, не убившего моего отца, ради предательства пересидентам всех нас и во время пандемии, ради беззакония, которое творится уже повсеместно и не прикрыто, ради воров в высоких кабинетах, которым все сходит с рук, 40 дней в камере вон Васильева просидела, и все на свободу, с чистой совестью, вот ради этого. Или, может быть, ради новых дворцов, для чинуших детей, для самого. Накидайте аргументов, там и рассмотрим. Начиная! Я уже говорил об этом, но еще раз повторюсь, та информационная война против Навального, которая ведется режимом, и святость которой нам насаждают сегодня из каждого утюга, это личная вендетта Путина. Беда в другом бездаре, даже политическую баталию нормально организовать не в состоянии, начали за здравие, закончились за упокой, в смысле попытались расправиться с политическим конкурентом, а в итоге пошли войной на весь народ. Вот про эту петербурженку несчастную в прошлом выпуске рассказывал, мало того, что человека чуть не покалечили, нарушили все нормы и правила, гласные и негласные, юридические и чисто человеческие, так вот пропагандисты с Геббельс ТВ теперь еще и травят женщину почем зря, уж чуть ли не в террористки записали, оболгали со всех сторон, грязью поливают. Я не увидел здесь нарушения закона, но я и не суд. Внимательно рассмотрев то, что произошло, я не вижу провокацию вижу, подготовленную провокацию, ее попытку противоправного участия в протесте и противостояния задержанию молодого человека. Это реальная журналистика, никогда еще новости нашего дурдома не были такими омерзительными. Поехали! Или другая история с задержанием брата Навального Олега, да не только его, я про всех задержанных 27 января сейчас. Вдумайтесь просто, с какой формулировкой людей вязали и отправляли в камеру. Кроме откровенного негодования, оно других эмоций не вызывает. Я не понимаю, Олега за что задержали? Он был на квартире в Марьино, и они его задержали по 26 человек. Они все задержаны за нарушение коронавируса. То есть они вчера-вчера днем задержали на квартире за нарушение коронавируса? Да. Перевожу для особо одаренных. Находится человек дома и умудрился нарушить при этом санитарно-эпидемиологические правила коронавирусные. 236 статья как с куста. То есть даже просто будучи дома, теперь мы нарушаем какие-то статьи Уголовного кодекса. Вот это поворот. Что дальше за цвет глаз начнут привлекать? За легкую небритость? За просмотр не тех телеканалов? Хотя чему я удивляюсь? Митинг снеговиков, пожалуйста, который на минувшей неделе всех насмешил. А человека-то закрыли. Еще примеры, их есть у меня. Давайте вспомним. Как летом 2019-го ту же Соболь из ФБК сперва арестовали, а затем оштрафовали на 300 тысяч по суду за, внимание, предположение о том, что женщина может пойти на несанкционированный митинг. То есть не за право нарушения, которого не было даже, а за то, что теоретически у нее такая возможность имелась. Ну это же бред. Прикинь, у тебя есть мужские половые органы, работает аппарат. Значит, у тебя есть гипотетическая возможность изнасиловать какую-нибудь мадам, а поэтому в тюрьму тебя по 131 в любую секунду можно делегировать. Ребятам из Третьего Ореха такое не снилось. Я вот что думаю. Владимир Путин – убийца, бандит и продукт КГБ, который старается использовать любую ситуацию в свою пользу. Я видел уже трех президентов США – Буша, Клинтона и Обаму, которые верили в то, что с Путиным можно наладить отношения. Но все мы понимаем, кто такой Путин. Нам надо вернуться к концепции времен правления Рейгана – мир с помощью силы. Потому что единственный язык, который понимает Путин – это язык силы. То, что скажу дальше, честно. Ребят, авторство не мое, но не могу не процитировать. Сказано классно, потому что статья называется «Бояться уже страшнее, чем выходить». Просто вслушайтесь, вдумайтесь. Если так, задержание и обыски с выламыванием двери в квартиры сторонников Навального, офисов ВК, в их студию, наконец, говорят о полном непонимании властями происходящего в стране. Они почему-то думают, сейчас мы по старинке, всех потенциальных организаторов закроем, народ притихнет. СК заявил о расследовании 21 уголовного дела. Проводятся несколько доследственных проверок, шьют призывы к массовым беспорядкам и нападениям на силовиков. Хулиганство и повреждение имущества. Заведена уголовка об увлечении несовершеннолетних в противоправные действия. По ящику крутят видео с раскающимися якобы участниками последних протестов тиктокерами. В смысле, полиция опрашивает школьников, не предлагали ли им деньги за похода на митинг. Хотя лишние деньги в нашей стране есть только у одной стороны конфликта. Роскомнадзор обещает оштрафовать фейсбук, инстаграм, твиттер, тикток, опять же, контакт, одноклассники и ютюб за неудаление неправильных роликов и постов. Ну никак не дойдет до бункерного деда и его шестерок, не нужно уже никаких печенек и организаторов. Для выплеска того уровня недовольства, который накопился в гниющем путинском царстве контрастов, достаточно просто кинуть клич в соцсетях и задыхающийся от бедности и безнадеги народ выйдет сам. Для многих уже нет ничего страшнее их нынешнего положения и осознание того, что завтра будет только хуже, большинство выходило 23-го. Из-за этого и будут выходить дальше. Покушение на Навального и дворец Путина лишь поводы, триггеры. Можете фильтровать в соцсети, да хоть закрыть их, но и это не поможет. Вонь, расползающаяся по городам и весям от тухлой стабильности, уже такая, что никакие телевизионные респираторы и истеричные репрессии не заставят людей жить в ее самраде и тех, кто принюхался. Будет становиться все меньше. Мне на самом деле даже добавить нечего, по-моему исчерпывающе и я готов подписаться под каждым словом. Все, это была реальная журналистика сегодня, вот так подписывайтесь, оставляйте лайки и комментарии, это важно. Ютуб продолжает скручивать просмотры, морозить счетчик, банить видеоролики политической направленности, Ну, видимо, работать на фашистов, простите, на негодяев, ценнее. Спасибо, кстати, сети кафе Фаина Раневская за предоставленное помещение, есть где записываться. Теперь тут, кстати, готовят хорошо, заглядывайте и недорого. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим, а я за сим. Спешу откланяться пока. Пока.